Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которой дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion. Переходите, чтобы ознакомиться детальней. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. Да, всем привет. Сегодня я расскажу про проект Sela Starter и про всю всю экосистему Sela. Вообще вся экосистема и сам проект был создан после того, как компания Sela провела стартап-буткэмп, в который вошли очень много фондов и там было очень много проектов различных для венчурного капитала. По итогам этого конкурса 22 финалиста было, которые получили какой-то инвестирование. В то время как всего на рынке, то есть на этом буткэмпе было более чем 260 стартапов, которые не получились в финансировании и не пришли дальше. И организаторы этого конкурса решили, что было бы неплохо как-то поддержать их ребят, потому что им очень понравилось то, как они, те продукты, с которыми они пришли, просто как бы не получилось двинуться дальше именно по деньгам. Вот поэтому они создали платформу Sela Starter и всю экосистему Sela. То есть Sela вообще это сайдчейн, который в принципе он очень похож на полигон, то есть тем, что здесь очень дешевые транзакции, ну в принципе на любой вообще Web3 Network. То есть здесь дешевые транзакции, Proof of Stake, система подтверждения данных. Вот сейчас они ведут, делают акцент на мобильных пользователей, то есть они делают децентрализованные приложения для пользователей мобильных телефонов. Вот и сейчас их токен стоит 0.21 доллар. И нужно сказать, что сейчас уже 1 миллион долларов всего застейкана во всех, точнее 1 миллион долларов застейкан во всех приложениях экосистемы Sela Starter. То есть на самом деле у Sela есть Twitter аккаунт Sela.org, то есть где постятся все обновления по самой экосистеме, то есть где можно следить за теми, какие новые приложения выходят, ну и конкретно вот здесь Sela Starter, то есть он показывает. Я прошу прощения, 1 миллиард долларов, то есть застейкан во 23 сентября была новость, то есть тем, что самые такие крупные платформы это Menta, Mula Market, Upswap, Mobius, Eberich. Ну то есть пока что мы конечно видим, что какие-то платформы, ну уж сильно монополизировали МАК, то есть Menta он занимает 80% ATVL, в то время как остальные, буквально у 4 проектов есть хоть какие-то объемы, у остальных меньше 10 миллионов. Но тем не менее платформа достаточно быстро растет, у нее очень много крутых партнеров, то есть и в частности проект Sela Starter, то есть пока что я так понял, что он активно не развивается, потому что у него просто сделан очень примитивный лендинг на Wordpress, не убрали это. И в самом Medium там была одна статья всего лишь по самому проекту Sela Starter, а в самом Твиттере просто и постится новости по большей части про всю экосистему, то есть сам проект не развивается. Но нужно отметить, что по самой задумке проект Sela Starter устроен следующим образом, что это, во-первых, будет одним из первых IDO платформ на CT-Cell, потому что сейчас других IDO платформ нет вообще, и до сих пор нет, потому что проект Sela Starter только-только развивается. Вот, также будет governance токен, который нужно будет купить, то есть он назывался C-Star, для того, чтобы получить доступ к аллокациям. То есть мы видим, что самый простой доступ, это 10 тысяч C-Star нужно держать, то есть будет какая-то гарантированная аллокация, вот, и затем будет еще ранг Kings, ACS и Jacks, то есть здесь мы видим, что нужно иметь 125 тысяч C-Star, 250 тысяч C-Star, тут, я не знаю, я так и не понял, то есть это либо какая-то опечатка, потому что здесь намного меньше, то есть, скорее всего, возможно, либо местами поменяли, либо еще что-то. Вот, ну, в общем, как будет идея в том, что чем больше токенов ты держишь, их нужно будет застейкать на платформе, чтобы получить какую-то аллокацию, затем участвовать в IDO раундах, которые будут проходить на сети Sela. То есть, как я понял, что у Sela такая статья, вернее, такая тактика, что они привлекают те проекты, которые не смогли там запуститься, не смогли привлечь VC из других фондов свою как бы к систему Sela, тем самым они пополняют копилку проектов, которые приедут на сети Sela, вот, и помогают им собрать деньги, то есть тем самым привлекая новый комьюнити к себе, вот, потому что сейчас на рынке, то есть борьба идет именно за внимание со стороны пользователей, вот. То есть, значит, сейчас на Sela Starter у них есть предложение, где можно застейкать токены, вот, пока что только стейк недоступен, вот сейчас перезагружусь еще раз. То есть, кратце о том, как вообще заехать на Sela Starter изначальный, вам нужно будет зайти на проект Sela Starter.net, подключиться к сети MetaMask, и вам будет предложено поменять сеть. То есть, ну, либо вы можете это сделать вручную через MetaMask, либо просто там выведомить MetaMask, вам будет предложено добавить в сеть Sela, вот, и вы ее просто добавите, и заканчиваете к кошельку. В принципе, как я это делаю сейчас. Вот, все, я подключился. Вот, и затем есть также Sela Bridge, он доступен по ссылке bridge.mos.rf, Вот, здесь вы можете поменять токены с эфирной сети, с фирмы Майнета на Sela Майнет. То есть, здесь вы можете заехать сюда, через этот gateway, вот, и начать пользоваться, в принципе, приложениями с самой сети. Вот, перейдем к стейке, то есть, здесь пока что очень примитивный функционал, то есть, где можно застейкить просто с токеном Sestary, получать EPR, пока что 46%. Вот, возможно, в будущем, когда уже будет сам стейкинг, у вас будет возможность получить большую локацию, за счет того, что вы больше настоители. Вот, но пока что это вот тот максимум, на который работает сеть Sela. Вот, ну, то есть, есть также обозреватель, который доступен по ссылке explorer.sella.org, где можно посмотреть все свои транзакции. Вот, и, в принципе, также твиттер-аккаунт sela.org, то есть, где можно посмотреть и все обновления по сети, то есть, здесь у них, допустим, есть даже Sela представлен на бирже FTX, то есть, в качестве дериватива, то есть, там можно их попробовать. Вот, в принципе, на этом все. Всем спасибо. Да, Влад, спасибо тебе большое. Значит, сегодня я более подробно расскажу про проект NFTX. А проект, если у вас есть определенное количество дорогостоящих NFT-шек, вы можете привлечь ликвидность к своей коллекции. Вот, ну, и также получается NFTX помогает оттокенизировать ваши NFT-шки, и вы можете получать доходы от yield farming NFT, размещая их в таких вольтах. То есть, за то, что вы размещаете свой токен NFT-шный, вы получаете взамен ERC20, который можете затем стейкать в пуле. Вот, за что получаете? Затем доходы от фарминга в токенах данного вольта, в котором вы разместили. Также, если у вас нет NFT-шки, вы можете купить ERC-токены определенного вольта, а затем застейкать их и точно так же получать комиссию от фарминга. Ну, и кроме того, вы можете из вольта купить NFT-шку за токены вольта и затем застейкать ее. Вот, собственно, здесь есть вкладка, где можно купить, собственно, токены на SushiSwap и продать их. По каждому вольту они здесь представлены. Так, значит, ну, это вкладка, опять же, для стейкинга, где мы можем стейкать как на шейной фтишке в определенный вольт, так и предоставлять ликвидность. Дальше я более подробно остановлюсь на создании вольта. Для того, чтобы создать вольт, здесь мы прописываем адрес контракта, вот, затем имя вольта, здесь мы уже сами выбираем и символ токена, который должен быть не больше 6 символов в длину. Затем мы нажимаем Review. Вот, значит, дальше появляется кнопочка создать вольт. У меня здесь уже заранее подготовленные материалы. А, значит, у нас есть вольт под названием GetBitBunnies. Вот символ токена BUNNY. Вот, затем появляется такое окно. Здесь у нас идет информация о адресе вольта. А, вот, затем можно ли туда добавлять дополнительные инновтишки. Вот, а также возможность вводить рандомную инновтишку и определенную какую-то из этого вольта, который мы создаем. А, вот, затем здесь мы прописываем комиссию за, соответственно, за то, чтобы ввести инновтишку и вывести ее. Вот, для начала здесь лучше прописать 0%, для того, чтобы вы сами могли загрузить сюда инновтишки и без комиссий. Вот, а потом это значение можно заменить и опубликовать уже этот вольт. А вот далее здесь у нас вкладка Eligibles, где мы можем указать определенные ID коллекции, которые можно будет загружать в вольт. То есть, там, например, инновтишки с номерами там от 1 по 100. То есть, 101 инновтишку с 101-м инновтишником этот вольт уже загрузить нельзя будет. Вот, после того, как мы, значит, все опции выбрали, которые мы хотим, мы выбираем непосредственно инновтишки и добавляем их в вольт. Значит, у нас появляется следующее окно с количеством инновтишек, на данный момент добавленных адресом и ID-шниками каждой инновтишки. После чего наш вольт становится активным на платформе и туда могут заливать ликвидность. За каждую инновтишку полученную вы получаете в свой кошелек токен соответствующий. То есть, у нас это токен баня. Каждая инновтишка, одна инновтишка соответствует одному токену. Вот так. Если есть вопросы, задавайте. Так, хорошо, Леш. Спасибо. Видимо, вопросов нет. Давайте перейдем дальше. И дальше мы переходим к Владу. Всем привет. Так, сегодня расскажу про проект Forced Trade и, в частности, его airdrop, как он проходил. В принципе, здесь airdrop, как и в предыдущих проектах, о которых я докладывал, проходил в мае, в то же время, когда сам проект зарелизили на CoinMarketCap. Всего давалось 12 тысяч токенов и каждому победителю по 12 токенов. То есть, 1000 победителей. Всего 52 тысячи участников было. Ну, достаточно такое стандартное количество по последним проектам. Вот. Что нужно было? Тут немножко список меньше, чем обычно. То есть, это подписка на аккаунте в Твиттере, Телеграм официальный, их добавить токен Fog, то есть, с Forced Trade в Watchlist. Вот. И твитнуть о airdrop-ивенте. То есть, они такой эффект, эффект снежного вакуума запускали, поэтому, в принципе, и довольно успешен был airdrop. Вот. И дальше они уже сами выбирали пользователей. Информацию, как они это все выбрали в открытом доступе, пока что, по крайней мере, не нашел. Вот. Но, я думаю, все было достаточно честно, потому что, ну, CoinMarketCap участвовал в этом. Вот. Далее. У них, да, довольно такие средние сообщества. То есть, это в Твиттер 61 тысяча читателей, и Телеграм 32. То есть, ну, нормально. Вот. И стандартно после того, как прошел airdrop, цена токена упала, ну, в несколько раз. То есть, был где-то 0,3-0,2 на пике, когда это все дело появилось на CoinMarketCap, и после уже сейчас около 0,3. Вот. То есть, и дальше снижалось. Вот. Сам проект, это платформа, которая в себе содержит, ну, максимум вообще, что можно себе представить, там, NFT, EDIF, индустрии. То есть, они, ну, примерно как мы-то, стараются объединить все сектора, которые здесь есть. То есть, это и NFT, и стейкинг платформа, и лаунчпад. Ну, в общем, все тут есть. Но из-за того, что, ну, так сказать, нет какого-то конкретного фокуса, то есть, да, у них тут, вот, они рассказывают про NFT, NFT платформу, лаунчпад, вот, фарминг, пулы, и комьюнити дау, но его еще нет, но, опять же, анонсируют. Вот. Из-за того, что у них такой широкий фокус, вместо того, чтобы узконаправленные, то есть, проекты, они такие, немножко недоделанные, как по мне. Много у них инвесторов разных, партнеров, ну, то есть, здесь, в принципе, проблем нет. Вот, единственное, только мне показалось, конечно, не очень, что команда у них довольно скрытная, то есть, открытой информации у них нет об этом. Вот. И про себя они не пишут. Ну, единственное, только, да, они про токен и информацию о локации выставили в открытом доступе. Вот. И про команду, ну, вообще нет ничего конкретного. Вот это, как по мне, плохо. Вот, далее, их подпроект, это, собственно, стейкинг. Вот, здесь много разных пулов, можно сделать стейк, но выглядит, если честно, чуть-чуть коряво, потому что, ну, как-то, она огромная такая вот штука вылазит, и тебе нужно переходить сюда, проверять API, вот. Но при этом мне понравилось по поводу имперманент лосс, ну, типа, что этот пункт вынесен отдельно, ну, то есть, это довольно удобно посмотреть, насколько есть у тебя возможные убытки, вот. Но для того, чтобы свернуть, да, нужно переходить вниз. Это не очень удобно. Вот. Ну, здесь там стандартно TVL показывают, инфо, ну, и можно посмотреть всякие цены и так далее. Вот, Launchpad далее. Launchpad, ну, выглядит не очень, потому что тут только один проект был. Вот, и, собственно, это их какой-то партнерский проект, он уже закончился, то есть, public sale, все прошло. Вот, и, собственно, посмотреть особо ничего нельзя, то есть, это просто вот прошел Launchpad, все. И, как бы, NFT-шку тут выдают. Вот. Вот, более интересный у них по NFT-проекту, но, Marketplace. Но здесь тоже есть нюансы. То есть, я пробовал и, ну, уже с присоединенным кошельком, то есть, ну, купить NFT-шку, то есть, ну, как-то же, по идее, должно быть, должна быть возможность купить NFT, если это NFT-Marketplace, вот. Но при этом здесь такой функции нет. Вот, они пишут, что здесь должна быть специальная инструкция, вот, как ее купить и после как-то добавить в, собственно, в коллекцию. Вот, но купить нельзя. И, как по мне, ну, то есть, это, это супер хреново, потому что, ну, вы показываете, что у вас что-то есть, но при этом ключевая функция не работает. Вот здесь должно быть вот в дашборде, собственно, отображаться, что, что куплено. Вот, но, ну, когда оно не работает, то есть, смысл сюда заходить, то есть, я после того, как первый раз сюда зашел, здесь ничего не работает, я второй раз уже не зайду. Вот, то есть, смысл релизить такой проект в сыром виде, я не понимаю, если честно. Вот, но у них, видимо, какая-то своя атмосфера на этот счет, поэтому вот как-то так. Вот, опять же, DAO, но оно здесь показано, оно не открывается, так как еще даже в разработке, может быть, нет, вот, по сравнению с остальными проектами. Вот, в целом все, если есть вопросы, отвечу дополнительно. Да, спасибо большое. На этом все, всем большое спасибо и хорошего дня.